Новаторство в образовании. Программа Learning World совместно с форумом WISE инициативой Cotter Foundation. Каждый год Всемирный саммит по инновациям в образовании выбирает своего героя или героев. Лауреатов премии, которая вручается за усилия в сфере оптимизации обучения. Награждение происходит в ДОХе, здесь же победителю вручается призовой чек на полмиллиона долларов. В этом году престижную награду, своего рода Нобелевскую премию от педагогики, получила очаровательная женщина, педагог, социолог, мама и бабушка Вики Кольберт. Она основательница колумбийской неправительственной организации «Новая школа». Ее организация успешно занимается помощью детям из бедных слоев населения и предлагает модели для их адаптации, которые заслуживают самого пристального внимания во всем мире. Трудности интересны тем, чтобы их преодолеть. Последние 38 лет Вики Кольберт и ее сторонники за организацией «Новая школа» занимаются изменением школьного образования в беднейших районах Колумбии. Усилия группы энтузиастов привели к резкому взлету рейтинга колумбийских образовательных учреждений. Новая школа, выстроенная Вики, делает ставку на сотрудничество всех участников образовательного процесса. А начинала Вики так. Я изменила подход к обучению. Для меня очевидно, что сегодня учиться и учить, как сто лет назад, невозможно. Сегодня мы очень часто говорим о навыках, необходимых для человека нового столетия, жителя 21 века. В упрощенной форме эти навыки – то, что не в состоянии за вас делать компьютер. Так вот, чтобы овладеть комплексом новых задач, система так называемого фронтального образования, учитель лицом к классу, не работает. Как можно чему-то научиться, лишь слушая других? Как можно слушать целый день? Как освоить правила командной игры, если вы смотрите только в своей тетрадке? Вы понимаете, необходимо изменить саму концепцию обучения, способ преподнесения знаний. Самое простое – изменить расстановку сил в классе. На примере Колумбии мы доказали – это возможно сделать быстро и успешно, причем не только в отдельно взятой школе, но и в масштабе целой страны. Идея Вики восходит к 1975 году, когда ситуация в стране была далека от идеальной. Тогда молодая организация «Новой школы» обращает внимание на самых незащищенных детей из бедных сельских районов. Вики Кольберт к тому времени только-только получила диплом социолога Стэнфордского университета и вернулась на родину. Ее идея – реструктуризация базового образования как ключ к переменам жизни страны. Новая школа разрабатывает методику, которую называют «Универсальной». Для учителей организуют центры повышения квалификации. Очень быстро методика дает результаты, оценки учеников становятся все лучше и лучше. Успехи молодого социолога не остаются незамеченными международными экспертами ЮНЕСКО. В 1987 году Вики становится вице-министром образования Колумбии, а методика новой школы ложится в основу национальной образовательной системы. Одно из ее ключевых положений – отход от фронтального образования и ставка на игру. Преимущество такого подхода в его универсальности – вы можете продолжать на дому с братьями и сестрами, учиться играя и играть, обучаясь. Сегодня подход, разработанный Вики, взят на вооружение в 16 странах. В чем его суть? Одно из ключевых положений – отход от фронтального образования. Классы, объединяющие детей разного возраста и уровня, работают по-новому. Дети садятся в круг, и вместе с учителем происходит постоянный обмен информацией. Коллективная работа сменяется индивидуальной. Новая школа удостоена 12 международных наград, и у нее появляются все новые сторонники. В этом году – во Вьетнаме, Восточном Тиморе и Замбии. Вики – это лидер. Вики – лидер, она очень сильный и гуманный человек. Она хорошо знает круг своих соратников, знает возможности каждого. Она верит в людей, и эта вера позволила многим, кто был с нею рядом, расти в личностном и профессиональном планах. Мы все росли и растем рядом с Вики. Счастливая мать и бабушка, окруженная любящими коллегами, Вики остается бессменным директором организации «Новая школа», которая вошла в рейтинг самых эффективных международных структур. Любовь к педагогике у нее в генах. Моя мать была выдающимся педагогом. Она создавала в стране центры повышения квалификации для учителей. А мой крестный был одним из тех, кто привнес в Колумбию настроение новой школы, новой гуманитарной педагогике, которая процветала в Европе, в частности, во Франции, и к нам была завезена в начале 20 века. Так вот, у нас тогда принципы гуманитарной педагогики прижились лишь в элитных учебных заведениях. Я же сказала себе, а почему бы нам не попробовать применять это же в обычных школах? Ее проект набирает высоту. Мы в школе Эль-Розаль в горной местности на высоте в 1300 метров над уровнем моря. Некоторые ученики добираются сюда по часу. В школе 27 детей, разделенных на 6 уровней. Самые старшие изучают понятие периметр. Те, кто помладше, треугольник, а малыши делают калаш. Мы приступили к измерению. И нас просят измерить все, что нас окружает. Двери, столешницы, ширину коридора. А потом мы должны внести наши результаты в тетрадь и сделать чертежи. Сегодня мне так понравился урок математики. Здорово было. Хочу и дальше изучать этот предмет, а потом принять участие в Олимпиаде и выиграть ее. И получить приз. Ну, или чтобы обо мне по телевизору сказали. Преподавательница Эль-Розаль имеет за плечами 15-летний опыт работы в других школах. Для нее разница с новой школой Вики Кольберт заметна. Дети, которые занимаются по этой методике, веселы, подвижны, любознательны и активны. Мне не приходится заставлять их учиться, а дергивать их. Это независимые дети. Они привыкли многое делать сами. Они учатся с большой охотой, даже с любовью. Для них нет разницы между игрой и занятиями. Соучастие в образовательном процессе – один из столпов методики новой школы. А как Вики планирует распорядиться призовым фондом? В полмиллиона долларов. Я хочу работать над потребностями развивающихся стран. Обеспечение базового образования в объеме школы – это для многих регионов по-прежнему сложная задача. И я мечтаю помочь в ее решении. Отдельная проблема – города с их социальным расслоением. И еще я хотела бы, чтобы современная школа вышла за стандартные рамки. Чтобы ее двери были открыты для неправительственных организаций, движений за права женщин. Я хочу выразить свою благодарность всем последователям новой школы в Колумбии. Я самый известный представитель нашего движения, но за мной армия преданных людей. И своей наградой я обязана им тоже. Вики и ее новую школу называют бархатными революционерами. Эти люди не идут на баррикады, но меняют общество. Новая школа, считает Вики, уже определила судьбу пяти миллионов детей во всем мире. Наша аудитория в социальных сетях шлет самые теплые поздравления Вики. Мы ждем ваших откликов и мнений по поводу лауреата премии саммита ВАИЗа этого года. На сегодня это все. До встречи в программе «Мир знаний». До встречи в следующей неделе. «Learning World» в связи с УАИЗ, унициатива от Катар Фондашн.